Приветствую всех на невероятно уютном, интересном, веселом, а раз в год и день рождественском канале видеоконтента, и чьи у меня сегодня 4 февраля, день рождения. И если хотите меня поздравить, пишите в комментариях или по любой другой ссылке в описании ролика. Телеграм, ВК, Донейшн Алертс. Так вот, у меня сегодня день рождения, и я долго думал, какой же ролик выпустить. Хотелось что-то особенное и необычное для моего канала. А у меня как раз есть на канале особенная и необычная рубрика под названием «Альтернативная DCU». И я подумал, что это будет хорошая идея снять такой подкастик, где я расскажу все секреты и детали этой рубрики. Типа, первоначальной идеи, что не вошло, и рассказать про трудности, с которыми я сталкивался. Так что, добро пожаловать за кулисы альтернативной киновселенной DC. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. И начнем с самого начала. Как я и говорил до этого, это была обычная ночь с 10 по 11 февраля. В тот момент я лежал, пытался уснуть, и мне в голову пришла идея об этой вселенной. Но почему же мне пришла эта мысля в голову? Короче, те, кто давно знаком с каналом Cut the Crab, помнят теорию перед выходом Бэтмена против Супермена. И в той теории говорилось, что Кристиан Бейл вернется к роли Бэтмена, а Аффлек в этом фильме на самом деле Дэв Строу. Да, видос с года 16 по-моему очень старый, и я его все это время помнил, но где-то за неделю до моей идеи я пересмотрел его. И вот ночью с 10 по 11 я лежу, а там вроде как раз недавно Ганн сказал, что будет перезапускать вселенную. И я короче лежал в полудреме и думал про DC, и тут у меня всплывает теория вот этого башки, и что-то как бац-бац, все начало накладываться одно за другим, будто пазл сложился. То есть буквально почти вся первая глава была продумана за этот промежуток времени моего полудрема до того, как я вырубился. Проснувшись, я написал об этой идее друзьям, они сказали, что надо делать. Ну, я и сел, и начал делать. И почти через неделю вышла первая часть первой главы, но на самом деле я не писал всю эту неделю. Первый ролик был написан за дня 2 или максимум 3, и первоначально я хотел выпустить все фильмы в одном видосе, но я написал 3 и уже устал. А тем более у меня тогда ролики выходили каждую неделю в четверг, а в четверг я только закончил первый фильм, и я такой, ладно, поделю фильмы, вдруг не зайдет, смысл стараться. И я его выпускаю, и происходит дикий фурор, мне звонят из Marvel, DC, лично приехал Джеймс Ганн и сказал, ты че пёс? На самом деле фурор был, но немного меньше. Меня поддержали в комментариях, просмотров было много достаточно, и я понял, что надо делать дальше. И вот выходит вторая часть первой главы, где в фильме Флэш я сразу делаю намек на войну с Дарксайдом и Злого Супермена, вешаю, так сказать, ружье. Это был очень важный фильм, потому что Флэш, мой альтернативный DC, это самый главный персонаж всей истории. Именно он влияет на все, что происходит в следующих главах, и я помню, что я дольше всего писал именно этот фильм. Да и вообще, вторая часть первой главы была одна из самых сложных в написании, там были два таких очень важных фильма. В Отряде Самоубийц мне было важно показать взаимодействие Бэтмена и Дэвстроука, и как второй меняется по ходу истории, потому что я знал, что Дэвстроук заменит Бэтмена, и мне нужно было показать его рост по всей первой главе. Эти два фильма переписывались очень много раз, особенно Отряд Самоубийц. Первоначально там не было вот этой темы с двумя Бэтменами, а просто Отряд охотился на Джокера, и только в конце появился бы Брюс Уэйн и помог бы. Но по итогу, на раз третий я добавил двух Бэтменов, а уже на четвертое написание сценария получилось то, что получилось. И видимо из-за этого всего у меня не хватило сил и мыслей на какой-то сольник для Аквамена, поэтому он и был перенесен в третью финальную часть. Переходим к ней. И если вы меня спросите, что я больше всего не люблю, так это писать фильмы про Аквамена и Чудо-женщину. Вот лично мне это не интересно, как по мне это очень скучные персонажи, что в комиксах, что в фильмах, что в мультфильмах. По этой причине я немного поменял их истории, и сделал их больше для взаимосвязи внутри вселенной. По этой причине там и там появляется Канта, который демонстрирует поиск материнских коробок, и предзнаменует появление Дарксайда. И первая глава заканчивается фильмом Лига Справедливости. Первоначально там не было отряда самоубийц и армии атлантийцев, и команда не собиралась только под конец, она должна была собраться в самом начале. Но в момент написания я подумал, что будет круто добавить масштаба и вписал туда отряд с атлантийцами. И то, как команда постепенно собирается вместе, я считаю более правильной идеей, потому что интереснее смотреть, как каждый член Лиги по отдельности встречается с нападением лицом к лицу. И потом уже из-за того, что они находятся в одной вселенной, они знают друг про друга, объединяются в команду и побеждают. И побеждают как? Да, последний удар наносит Брюс Уэйн и умирает. И я считаю это хорошим завершением его истории. Он был Бэтменом долгие годы и хотел найти союзников, он всегда их искал. И в последнем фильме Нолана оставляет город Джейсону Тодду. А уже в моей вселенной он неожиданно для себя возвращается, как думал, на недельку максимум. Но тут его затянуло. Сначала Лекс Лютер, потом Джокер Новый. И вот нападение Степного Волка. А он простой человек среди богов и пришельцев, и он сделал невозможно, он спас мир. Но не только это. Своей смертью Брюс создает Лигу Справедливости, команду героев, в которых нуждается мир. Еще одна причина, по которой я сразу думал, что именно Брюс должен погибнуть. Потому что он уже прошел через Лигу Убийц, Джокера, Бэйна. И отправлять его снова геройствовать в Готэм было бы уже лишнее. А так появилась Лига и новый Бэтмен, Слайд Уилсом. Что же не вошло в первую главу? Вы удивитесь, но не вошел целый ролик, который назывался бы альтернативно DCU. Первая глава, справедливость, режиссерская версия. Но до этого ролика так руки и не дошли. Просто лень уже было, честно говоря. Так что давайте хотя бы в таком формате расскажу, что планировалось. Фильм, который я хотел переделать, это Человек из стали. Как вы помните, наверное, это было очень краткое описание фильма. Я хотел его расширить и добавить один важный момент для второй главы. А именно, что когда Кларк активирует свой корабль в Крепости Одиночества, об этом получает сигнал не только Зод, но и Брейниак. Также хотел добавить побольше намеков на будущего злого Супермена. Следующий проект был бы про Харли Квинн, который разворачивался бы после Отряда Самубийц, где она понимает, что Джокер ей просто пользовался. И концепция была такая. Она вот сидит в своей камере и плащет о Джокере, но тут появляется галлюцинация в лице психолога Харлин Квинзель, и они проводят сеанс психотерапии, где они вспоминают все моменты с Джокером. Этот проект нужен был для того, чтобы показать, почему Харли стала добрая, а также раскрыть Джокера Джарда Лето и их взаимоотношения. Второй же проект был менее продуманный в тот момент, но я хотел рассказать про Робина, а именно то, как он защищал Готэм до прихода Слейда. Главным антагонистом был бы Пингвин, который и появляется во второй главе, но там он без предыстории, а она гораздо должна была быть показана здесь. Но, к сожалению, эти проекты не вышли, потому что я жестко заленился. Но, думаю, без них первая глава вышла хорошая. Ну, правда, проекты связаны между собой, одно перетекает в другое. Да и в целом, хорошая получилась история, которая многим понравилась, а это значит, пришло время для второй главы. И сейчас будет откровение от видеоконтентыча. Я считаю, что это самая провальная и ошибочная глава, и я сейчас попробую объяснить, почему я так читаю. Мне очень нравится концепция, что вот есть вселенная супергероев, и в ней есть не только те, кто постоянно показывается, а их много и про них знают. Это создает такую глобальность, что ли. По этой причине я решил добавить во второй главе много разных героев и их сайдкиков. Поэтому появились Донат Рой, Атом, Пластикмен, Ястры, Парлица, прочие-прочие. Я подумал, что это будет круто, потому что у меня такая обширная база героев. Но я не продумал, зачем мне их столько. Поэтому в четвертой главе, про которую мы поговорим попозже, появляется, по сути, только Донат Рой, Затана и Джейсон Тодд. А во второй главе они нужны только для финального фильма, чтобы заменить основной состав лиги и устроить эпичный файт против Брэйняка. Поэтому я и считаю, что вторая глава ошибочная и провальная. Я не воспользовался тем потенциалом, какой был заложен в этой главе. Многое, что было сделано, в ней существовало просто, чтобы быть. Конечно, сами фильмы неплохие получились, да и в целом вселенная осталась взаимосвязана. Но до сих пор обидно, что многим я так и не воспользовался. А теперь перейдем к секретам и деталям. На самом деле их не так много, эта глава как-то сразу написалась. Первый секрет. Я хотел убрать фильм про Харли Квинн и Ядовитого Плюща. Потому что в какой-то момент я потерял смысл его делать, а также там был пингвин, которого я не раскрыл еще в первой главе, потому что я не выпустил режиссерскую версию. И как-то это все на меня свалилось в миг, и я уже решил его вырезать. Но потом я вспомнил, что благодаря нему узнается, что Супергерл находится в Аргуссе, поэтому затерпел и написал. Второй секрет. Помните, в первой части суда сов, в самом начале фильма сова крадет письмо, которое оставил Брюс для Слейда. Короче, практически до последнего сценария не было такого момента. Слейд должен был во второй части под конец его прочитать, и фильм должен был закончиться тем, как он принимает костюм Бэтмена и свой новый нож, вылетая отбить морды преступником. И в последний момент я это исправил. И переместил это письмо в концовку третьей главы, где Барри возвращается из флешпойнта и дает это письмо Слейду от Брюса из другой вселенной. Так что да, эти письма одинаковые по содержанию, если кто переживал. Еще хотел поговорить насчет того, почему Барри в конце главы переместился в прошлое в день смерти своей матери. А здесь все просто. Барри просто не умел на тот момент контролировать свое путешествие. Еще в его втором фильме, когда Савитар оставил его в прошлом, или в будущем, я уже не помню. И он же тогда возвращался, но думал не о том и попал во вселенную Сейдабовского флеша. И я считаю, что эта сцена одна из лучших, которую я написал за эту главу. Вот так все просто. Поэтому, когда Барри перемещался, он думал о смерти друзей и родственников, а в частности о смерти матери. И из-за этого расфокуса, и он оказался в том самом дне. Ну и на этом все интересное про вторую главу закончилось. Ничего больше не могу вспомнить. Так что переходим к самой мрачной для меня третьей главе. Чтобы вы понимали всю мрачность этой главы для меня, вторая глава вышла 23 июня, а третья вышла только 27 октября, через 4 месяца. Хотя планировалось в июле. Да, что говорить, последний ролик перед третьей главой вышел 2 июля, и до 27 октября я ничего не выпускал. Я очень сильно перегорел, и я это понимал, мне вообще не нравилось, что я пишу, какие идеи мне приходят в голову. Поэтому решил взять перерыв, как думал небольшой. Отдохнув до конца августа и прочитав все комиксы вселенной флэшпойнта, я ошибочно подумал, что все, я готов. И в начале сентября выходит трейлер третьей главы, где я пишу, что уже в сентябре все будет. И я планировал выпуск на 15 сентября. Я был уверен, что это сделаю, но не смог. Мне просто не нравилось, что получалось. Я от того, что давно не выпускал видео, наобещал лишнего, да и просто не ловил кайфа от работы и чувствовал себя сверхдерьмово. Но, слава богу, в один момент меня все это отпустило, и я смог написать ту главу, что вы очень долго ждали. Вы меня можете спросить, что такого было в первоначальной версии этой главы, что аж не мог ее выпустить и написать. Рассказываю. В первом фильме про флэша его врагом должна была стать злая версия Барри из флэшпойнта. Вместо Бэтмена Брюса Уэйна должен был быть отец Брюса, Томас Уэйн. И именно от него должен был получить письмо, слайд в конце. Никакого отдельного города для криптонцев, никакой пауэргерл, да и вообще только супермен из криптонцев остается. Конфликт Дианы и Артура должен был решиться в одном фильме посередине главы. Барри с самого начала знал, что он в другой вселенной, а не в своей измененной. А также не было арки с негативной силой скорости. Как вам, круто? Вот и мне не нравилось, что это просто тупо адаптация комикса без какой-либо связи с предыдущими главами. А я просто не мог собраться с мыслями и выдать что-то действительно интересное. А, еще я хотел в этой главе ввести новшество в виде того, что я буду озвучивать диалоги. Они были бы прям прописаны, но в моменте я понял, что чтобы такое написать, надо еще больше времени. Поэтому отказался. Но все-таки, хоть и под конец октября, но я выпустил первую часть третьей главы, а затем уже и вторую. И что же не вошло в эту главу? Если бы вы были подписаны на мою телегу, то могли бы знать, что вместо 8 фильмов планировалось 10. Но в итоговые ролики не вошли проект Супермен и Лига Справедливости Война. Проект Супермен был бессмысленным фильмом. Это была довольно камерная история, как Ларк обитал в лаборатории все это время, а потом бы он сразился с нулевым пациентом из комиксов. А в конце фильма к нему прилетел Зод и перенес бы его на свою сторону. Вот эта концовка была важна, поэтому я ее добавил в сцену после титров. А насчет фильма про Лиги, который был бы первый, в момент написания я понял, что у меня не хватает идей для двух фильмов, и все события я уместил в один. Так что вы, как зрители, ничего не потеряли. И это самое важное, что я могу рассказать вам про эту третью главу. Она очень долго жила в моей голове, я много думал, менял, и когда мое перегорание прошло, я просто сел и смог написать. Но на самом деле, открою секрет, в этот промежуток времени, еще до выхода третьей главы, я больше думал про четвертую главу, к которой мы и переходим. Четвертая глава получилась, как по мне, достаточно личной, масштабной и серьезной, в отличие от других глав. Ставки были подняты высоко, и все это благодаря общей целостности истории и предыдущим главам. И я рад, что успел закончить эту вселенную в 23-м году, как и планировал. Я очень много думал о ней, как я хочу ее видеть, сколько там должно быть фильмов, что и как я хочу показать. Поэтому, когда пришло время писать, я просто сел и сделал это. Поэтому в ней нет вообще никаких секретов или деталей, здесь я просто хочу подвести некие итоги, наверное. Четвертая глава получилась не идеальной. Я уже рассказывал про нераскрытый потенциал. История могла быть еще богаче на события, но буду честен перед вами, я просто в какой-то момент устал от этой вселенной. Это не выгорание, ничего такого. Просто альтернативная DC жила в моей голове очень много времени. В башке ты уже представляешь этот фильм, все мелочи, детали. Оно у тебя в голове. Но когда ты садишься писать, сталкиваешься с тем, что это очень сложно перенести в текстовой формат. Из-за этого и вытекают все проблемы, про которые я говорил выше. Это просто несоответствие того, что ты хочешь показать и что можешь. Но я старался, я правда старался сделать все для того, чтобы вы смогли насладиться этими историями. Просто в один момент я уже сам не мог насладиться этими историями, потому что они так давно и долго жили в моей голове, что я уже это все представил по миллиону раз, и все заново это переписывать в текстовой формат и вам показывать, это уже не приносило такого удовольствия, как, например, в самом начале. Я не строю из себя великого творца, писателя или что-то такое. Я просто делюсь с вами тем, что происходило за кадром того, зачем вы наблюдали весь 23-й год. Я думаю, этот ролик точно будет интересен и важен для одного моего подписчика, Никита Гилёва, которого я, только представьте, я, микрощелик из Ютуба, смог вдохновить на свое творчество. Жду с нетерпением твоих историй. Верю, что все получится. Заметили, как веселый ролик на день рождения под конец превратился в серьезный ролик с рассуждениями? Я тоже. И я не хочу на этом заканчивать. День рождения серьезный повод сделать подарок не только мне, но и вам. Поэтому сегодня я анонсирую новую альтернативную DC под названием «Кризис на бесконечных землях». Она будет в двух томах. И если бы вы были подписаны на мою телегу, то давно знали бы, какие фильмы туда войдут. Не, ребят, серьезно, подписывайтесь. Я там делюсь новостями, подробностями. У меня есть свой чат, где мы сможем все это обсуждать вместе. Я вас жду. Не буду говорить, когда выйдет первый фильм. Как вы могли понять из ролика, лучше в таком деле не торопиться. В конце я покажу все фильмы первого тома. А так, спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии, на все отвечу обязательно. И не забывайте, что с вами был повзрослевший еще на один год видеоконтент-ич. Скоро увидимся, а я пошел есть тортик.